СНЕГУРОЧКО! 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 Здравствуйте, Снегурочку вызывали! С вами я, Дмитрий Киселёв, и пришло время нам подвести итоги не какой-то там абстрактной недели, а целого года! Да, было очень море событий! Я 700 раз слушал песню Маруф Дранк Груфа Уми! Я ходил на гору! И, конечно же, многое случилось и в стране, и в обществе! И вот я отобрал не 7, как это раньше было, а в честь специальной программы итоги года 8 тем, которые отозвались резонансом в российской и мировой политике! И вот, видите, даже хоть и не украшенная, но ёлочка у меня на столе! А значит, не просто вести недели от какого-то абстрактного числа, а вести 2018 года! Поехали! События расставлены по рейтингу, то есть мы пойдём от 8-го места, которое ну так себе маленькое событие, до первого места, которое просто вообще прям событие года, а то может быть и века! Я думаю, все уже немножко догадываются, но всё равно, итоги года есть итоги года, давайте-ка же их подводить! Сегодня, как я уже сказал, будет необычная программа, будет специальный видеоклип в конце, посвящённый Новому году, ну вот ёлочка, и немножко будет другой формат. Раньше я вам показывал статьи, то есть были не просто мои какие-то комментарии и выводы из данных тем, а я вам показывал, откуда я всё подчеркнул информацию, что у меня информация проверенная, что вот есть какой-то там сайт или какая-то газета, которая публикует эту информацию, она перепечатывает, перепечатывает. Сегодня вы полюбуетесь на меня, на мою лысину, которая не будет в 2019 году, а может и будет, я не знаю, но в общем, необычная у нас сегодня программа. Поехали! Восьмое место в моём рейтинге событий года, а также номинация «Человек года» в 2018 году может занять именно он, Аркадий Бабченко, является «Человеком года», и смерть и воскрешение Аркадия Бабченко у меня на восьмом месте в списке самых резонансных событий этого года. Воскревший в прямом смысле слова Аркадий Бабченко. Вот, да, дали в этом году Томас Украине, как уже произошло чудо, точнее сначала произошло чудо на Украине, а потом дали Томас в честь этого чуда. Разделю данное событие на две части – смерть и воскрешение Бабченко. Аркадий Бабченко, российский журналист в Киеве, вышел из дома за хлебушком и по возвращении из магазина был убит на пороге своей квартиры. Раненого журналиста нашла его жена, которая вышла из ванны и вызвала неотложную скорую помощь. Бабченко сначала в машине скорой помощи. В ходе расследования смерти Аркадия Бабченко был задержан организатор убийства. Некто Борис Герман, а российские власти и их тролли тут как тут начали писать, что им не жалко Аркадия Бабченко собаки собачья смерть в таком духе в своих фейсбуках и твиттерах. Если они не заявляли, что поддерживают Путина напрямую, то на фоне смерти Аркадия Бабченко они спалились в открытую. Все наэмиттеры Путина в интернете, кто писал про смерть Аркадия Бабченко, что так ему и надо. Но это же Украина, это же Рождество, и что это должно быть, как сказал Порошенко, во имя Христа и во имя Украины. И то и произошло чудо в случае Аркадия Бабченко. Аркадий Бабченко триумфально, как 2008 лет назад один еврей, так и сейчас Аркадий Бабченко воскрес. Скоро будет уже 2009 лет. И так вот, Аркадий Бабченко воскрес в Киевском морге, дабы рассказать всю правду матку о себе и о спецоперации ФСБ по его уничтожению, а также ответной контрмеры со стороны представителей службы безопасности Украины. И о том, как СБУ переиграла ФСБ. СБУ сказала, хватит смертей на улицах Киева на фоне убитого Олеся Бузины и на фоне убитого Дениса Вороненкова. Хватит убийства на улицах Киева российских граждан. Пора, пора навести порядок. Выявить киллеров и выявить всю шпигунскую сеть на Украине. Который работает в пользу ФСБ, конечно же. И это, то есть заказные убийства предотвратить. А предотвратить их можно было только одним способом. Подстроив как чью-то смерть. И в итоге все те, кто критиковал Бабченко после его смерти, ну то его чудесного воскрешения, оказались по подозрениям контрразведки СБУ. Позже стало известно, что убийца Борис Герман и его кураторы на Лубянке составили расстрельный список из 47 человек на Украине. Которые по личному приказу Путина должны были умереть не своей естественной смертью. В их числе знаменитые журналисты Матвей Гонопольский и Евгений Киселев. Не путать со мной, с Дмитрием Киселевым. Все это нужно было в Москве, дабы спровоцировать украинские власти на войну в Донбассе. На новый виток, дабы потом самим кричать Западу, смотрите, смотрите, Украина наступает на Донбассе в разгар чемпионата мира по футболу. Да это же провокация. Мы ответим, не вводите новых санкций. А то, что этот самый Донбасс и прислал киллеров за Бабченко и за его 47-ю Ронинов, ну это Россия умалчивает, как всегда. Но не тут-то было, не так, какой схемы, вот сейчас, которые схемы я описал, этой схемы не произошло. Аркаша воскрес благодаря службе безопасности Украины. Она воскрешает людей из-за мертвых. И Бабченко герой года для меня, именно потому, что рискуя своей жизнью, рискуя тем, что жена его неправильно поймет, он спас не только себя, но еще и 47 человек. И заметьте, после этой блистательной операции СБУ в Киеве больше не слышно про заказные убийства в центре столицы Украины. Этот год СБУ может занести себе в актив. И не благодаря инсценировке смерти Бабченко, который рискул не только собой, женой, но и отношениями с друзьями, Раскрыли СБУ, раскрыла сеть завербованных убийц ФСБ и СВР России в правом секторе. С чем я вас и поздравляю, успешная операция СБУ, смерть и воскрешение Аркадия Бабченко у меня на шестом, седьмом, на, 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 я не могу так пальцами показать, на восьмом месте событий года. Идем дальше, седьмое место, отравление Скрипалей, резонанс года. Да, он же скандал года. Мне даже пришлось в своей аналитической и политической программе выделить про это отдельную рубрику в уходящем году, которую я назвал на салсберецких шпилях судьбы. Ну или попросту салсберецкие, кому как угодно. Речь, конечно же, про отравление Юлии и Сергея Скрипалей. Скрипалей в 2018 году самая упоминаемая фамилия русских людей в целом мире. Пришло время подвести некоторые промежуточные итоги расследования в Салсбере с высокой степенью вероятности. Отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и ее дочки Юлии Скрипаль. Но для начала предыстория. Сергей Скрипаль... Сергей Скрипаль был завербован английской разведкой в 1998 году, находясь у себя на родине, то есть здесь в России. Когда он работал в ГРУ в 2004 году, ФСБ его арестовало. Ему было предъявлено обвинение по статье «Шпионаж». Он был арестован на 13 лет. Но в 2006 году, в результате, или в 2010, неважно, был отпущен на волю. Поселился он в Салсбере, недалеко от химической лаборатории Портендаун. 4 марта 2018 года, в 13 часов 40 минут по лондонскому времени, Сергей Скрипаль поехал в торговый центр за покупками, где еще и ждал свою дочь Юлю, которая приехала к нему в 16.40. Затем, после покупок, они зашли в паб, по-нашему в бар, и выпили по пинте пива, по-нашему по кружке пива. Внезапно им стало плохо, и они вышли на свежий воздух, присели на скамейку около ТЦ и потеряли сознание. Вот так вот примерно они потеряли сознание. И перед этим, обнявшись друг с другом, прохожие вызвали скорую помощь Скрипалям, и они были доставлены в местный госпиталь, где их фактически спасли от смерти, ибо тебе не российская медицина. В Англии умеют лечить, а не калечить. В ходе расследования с Котланд-Ярдом было установлено, что Юлю и Сергея Скрипалей траванули нервно-паралитическим газом новичок. К делу подключилась британская контрразведка Ми-5. Помимо Скрипалей, новичком траванулись также британка Дон Сержис и ее бойфренд Чарли Роуле, который нашел на помойке духи Нина Ричи и подарил их своей возлюбленной в Эмсбери, недалеко от Солсбери. Пара ездила в Солсбери, где и нашла этот флакончик с духами, который им стоил жизни, так как они оба безработные. Благородный поступок подарить духе оказался трагедией, да? Вот в таком вот флакончике духов Нина Ричи, дабы обойти все таможни, все контрразведки мира, промозят смертельно опасный яд российские спецслужбы. И теперь я вам советую, если вы видите духи Нина Ричи, даже если в магазине, не покупать. Мало ли чего. Бедная Дон Сержис, она распылила отравляющий газ прямо себе на лицо, когда приняла подарок возлюбленного. Этот самый отравляющий газ новичок был произведен в городе Шаханы. Именно тот, которым траванули Скрипалей в городе Шаханы, Саратовской области, в нарушении всех конвенций ОЗХО и ООН, что послужило поводом для атаки на ОЗХО хакеров в погонах. Хакеров в погонах. С Гризу Дубской, то есть со штаб-квартиры ГРУ. Причем сотрудники ГРУ фактически прямым текстом по перехваченному телефонному звонку подтвердили, что это ГРУ взламывало сервисы ОЗХО. А потом при подозрительных обстоятельствах начальник ГРУ скончался в своей постели. Данная операция со Скрипалями из неудачной операции прикрытия ГРУшников от ЗХО стоило начальнику ГРУ Коробову жизни. Его почти наверняка кокнули за то, что он не сумел кокнуть Скрипалей. В ходе расследования удалось установить имена и фамилии киллеров Скрипалей. Им стали Александр Петров и Руслан Баширов. Пара года. Они же Чепыга и Мишкин. Вот Скрипаль. Вот Скрипаль в российской тюрьме. Ну тут карта дальше идет. Пап, Юля, обращение. И вот они. Вот они, пара года. Чепыга и Мишкин. Так здесь хорошо. Да. Чепыга и Мишкин. Наверное, здесь вам видно. Чепыга и Мишкин провели в Солдбуре. Прибыли в Солдбуре за день до отравления Скрипалей. Примерно полтора часа потом вернулись обратно в Лондон. А в день отравления Скрипалей они вновь переехали в Солдбуре, где подошли к дому Скрипаля и нанесли газгель-новичок на дверную ручку. То есть сначала была непосредственно разведка местности, а днем позже уже боевая операция. Приехали они в Британию под рабочими визами, которые их снабдило ФСБ при помощи человека под псевдонимом Митрофанов, который работал в центре выдачи британских виз в Москве. Митрофанова завербовал ФСБ при помощи шпионажа и углоза выдворения его жены гражданки Китая из России. Но ему удалось бежать и рассказать правду матку в США об отравлении Скрипалей. И в итоге Путин понял, что ему больше нечего терять. Петрова с Башировым в качестве наказания отправил давать то самое легендарное интервью года Маргарите и Симоньян. Кстати говоря, было видно, что интервью вовсе не интервью, а нас вводят за нос. В данном интервью были лишь склейки. То есть отдельный вопрос Симоньян и отдельный ответ Петрова и Баширова. Не было общего плана Симоньян с Петровым и Башировым. То есть Петров и Башировым могли себе спокойно сидеть в штаб-квартире ГРУ, а Симоньян в РТ. И просто Симоньян и Петров с Башировым могли прислать ответы. А, и Маргарита Симоньян могла прислать вопросы этой парочке года. Ну а парочка года из штаб-квартиры ГРУ на Грязодубской могла так ответить. Ну то есть могли прислать сразу ответы, да, вернее так скажу. А уже потом, а уже потом, под эти ответы Маргарита Симоньян подстроила свои вопросы. И получилось столь неубедительное интервью. Отдельно хочется сказать про ответы на вопросы РТ, Петрова и Баширова, которые стали мемами интернета. Такие, что вы, такие как, что вы делали в софтбаре? Смотрели на Сулсберецкий шпиль в день убийства Скрипалей? Это смехотворное интервью года, еще раз нас всех убедило в том, что это именно ГРУшники отравили Скрипалей. Путин-то думал, я сейчас Петрова с Башировым выставлю идиотом и идиотами, и никто не поверит, что они траванули Скрипалей. Но получилось с точностью, да наоборот, никто словам Петрова и Баширова не поверил. И даже те, кто сомневался в том, что именно российские спецслужбы отравили Скрипалей, они перевернулись к тем, которые уже не сомневались благодаря этому интервью. Данное интервью Маргарите Симонян выставляет работников Главного разведочного управления, ныне просто Главного управления, по Министерству обороны, Министерство обороны полными идиотами. И если СБУ в этот год можно занести себе в актив, то ГРУ, это конечно в этом году у них был явный минус. Точнее, этого самого минуса-то не получилось. Скрипалей жив, а на всю деятельность военной разведки России, вот легендарное интервью, ну вы сами можете это посмотреть, это интервью, а на деятельность российской военной разведки обрушился тотальный негатив, и стало всем известно, что там работают отнюдь не профессионалы своего дела. Увы, увы. Ну и парочку про то, что там Скрипаль жил около Портондаун. Ну, то, что все-таки российские спецслужбы отравили Скрипаля и его дочь, это косвенно подтвердилось в недавней истории, в том, что журналист Первого канала Тимур Сиразиев открыто выискивал бреши в системе охраны лаборатории Портондаун. Ясное дело, что он искал туда, искал дыры в системе охраны, чтобы туда какая-нибудь диверсионная группа проникла. Ведь там не только появляется химическое оружие, там вполне британские власти и могут прятать Юлю и Сергея Скрипаля. Да, вот с ёлочкой, вот эфир с ёлочкой, как хорошо. Идём дальше. Шестое место в моём рейтинге событий года. Шестое место. Крушение года или потеря года. Это крушение самолёта Ил-20 в Сирии, который, со слов Министерства обороны, был сбит сирийской ракетой. Ой, да, я ещё Петрова и Баширу оставил. Но виноват в этом Израиль. Да, российский военный самолёт-разведчик с 15 офицерами на борту не долетел каких-то 35 километров до своей авиабазы в Хмеймим. Он был сбит сирийскими системами ПВО, которые никакие, конечно же, не сирийские, а наши ещё со времён Советского Союза. Вот обучили сирийских макак на свою голову. Но в Министерство обороны России заявили, что ракета была сирийская, самолёт был наш. Но всё равно виновата израильская военщина. Сам термин израильская военщина в уходящем 2018 году вернулся на радары журналистики из холодной войны из 70-х годов прошлого века. Российский самолёт ВВС Израиля подставили под огонь средств ПВО Сирии. Старый, дряхлый ИЛ-20 против современного израильского Ф-15 продемонстрировал нам всем, что какая российская армия на самом деле. Как воевали на ржавом ведре с гайками, так и воюем. И вообще, печально, что мы до сих пор там, в Сирии. Наши военные будут проводить Новый год вдали от Родины, не имея современных средств защиты, таких как система свой чужой, которая не была установлена на ИЛ-20. Печально это всё, а я сам не так давно видел, как двое вояк транспортировали к себе в часть МТЛБ 60-го года выпуска. То есть, российская современная армия, чтобы там вам не впаривали российскими пропагандистами, воюет. техникой с 60-х годов. В основном. МТЛБ, для тех, кто не знает, это амфибия буксир. До того деградировала российская армия, что солдат-срочников заставляют покупать нашивки, элементарные нашивки на форму, вот сюда вот, заставляют покупать. И помните, да, как рухнул на пол судоремонтного завода авианосец, наш флагман, флота адмирал кузнецов в ремонтных доках. Вот он, приговор российской армии. Вот, чем надо заниматься в армии. А не только пропагандой, а не только, прошу прощения, не пропагандой, а войной на два фронта. А у Израиля все хорошо, у них самая современная армия, в них вкладывается Китай и США, а у нас люди бегут из страны, бегут из армии, не понимая, зачем он будет в рабстве один год. Что мне это дает? Одни проблемы. Тогда, как сбили самолет все, тогда, когда сбили самолет, все были заточены на ответном ударе по Израилю. За наших военных оправдывал за наших военных, даже косвенно оправдывая методами Гитлера, уже на 92% подтверждая тезис, что Россия это фашистское государство, уже, ну, понять, можно, конечно, после того, как израильские военные спровоцировали гибель российского самолета с российскими военнослужащими, понятно, плохих слов евреям не скажешь, но то, что я сам лично слышал по радио, как человек звонил на эфир радиостанции Вести ФМ к Соловьеву и говорил, что теперь с евреями из-за крушения ИЛ-20 в Сирии надо расправляться, как Гитлер расправлялся с ними, то есть сжигать их в печах, ух, а Соловьев сказал ему, а возьмите да застрелитесь, нет, пусть в случае этот гнида Соловьев застрелится, но вернемся к трагедии, к трагедии года, но никто тогда не сопоставил две трагедии, трагедию в Сирии и трагедию самолета Ан-148 в Подмосковье, ведь что случилось в Подмосковье, в Подмосковье, когда взлетел самолет Ан-148 саратовских авиалиний, в свой последний рейс, пилоты обратили внимание, что приборы самолета показывают неверные показатели скорости самолета, в результате чего командир корабля принял решение ускорить самолет, а самолет свалился в элементарный шопор, штопор, и что кто-нибудь за это ответил из Росавиации нет, то что нет, точно так же, как и в Министерстве обороны, только в Министерстве обороны свалили это все на израильских пилотов, а в Росавиации свалили это все на пилотов, а в Министерстве обороны не могли свалить на пилотов трагедию Ил-20 и свалили на израильскую военщину, на этих пресловутых рабиновичей, которые расшисты поклялись отомстить им за смерть российских военнослужащих ВЛ-20, а Росавиация и Межгосударственный авиационный комитет сделали еще одну большую подлость, они свалили трагедию опять на пилотах, имею ввиду Ан-148, которые свалили всю вину на пилотов, которые погибли, видят технологическую отсталость авиации России в этой связи, а также не желая признавать свои ошибки, президент Дональд Трамп два раза принимал решение об ударе в этом году по сирийской армии, а президент Сирии Башар Асад, который защищает Великая Российская армия, был вынужден пережидать авиаудары и ракетные удары США в Иране. Великий флот Российской Федерации, который сейчас наделал дырку в адмирале Кузнецове, ушел к себе в Черное море в самый разгар авиаударов США по Сирии, дабы внимания, чтобы проводить учения. То есть, представьте, идет разгар боевых действий и вот вам заявляют, что вы должны покинуть зону боевых действий для того, чтобы провести учения. То есть, ясное дело, что доложил Путин-то в штанишке, когда Трамп показал, кто в доме, то есть, кто в мире хозяин. И все, Асад был эвакуирован и переждал авиаудары в Иране. Правда, стоит заметить, что Трамп бил не по системам управления, системам коммуникации Сирийской Арабской Республики, а по основному по ну как бы химическим заводам, по промзонам Сирии, назовем это так, а не по центру Сирии, где находится резиденция Башара Асада, малого кровавого диктатора Ближнего Востока. Почему малого, потому что большой, понятно, кто тот, кто сейчас сидит в Кремле. Потом Путин хотел штурмовать город Идлиб при помощи ЧВК Вагнер, но их разбомбила авиация США очень показательно, а потом Трамп позвонил Путину и сказал только попробуйте взять Идлиб, мы будем стрелять по вашим базам. И еще надо сказать, потом, когда погибли 500 человек из Вагнера в Сирии, поехали деятельность расследовать ЧВК Вагнер наш, ну не наши, но журналисты России, не канала России, а журналисты гражданина, журналисты граждане России, поехали расследовать деятельность ЧВК Вагнер в Африку, за что? К сожалению, поплатились женщинами, потеря года, да, и Путин на следующий день заявил, что мы вернемся к Идлибу, Путин сначала заявил, что будет штурмовать Идлиб, а потом, после того, как позвонил ему Трамп и сказал, только попробуй штурмовать Идлиб, мы нанесем ракетный, бомбовый удар по вашим базам и сравняем их с землей, Путин на следующий день, прижав свой рептилоидный хвост, который у него находится сзади, заявил, что мы не будем штурмовать Идлиб. Вот это Человека Вагнер, состоящий из президентских поваров в погонах, может совершить убийство до года в Африке, я же сказал, Архана Джамара и его коллег. А попробуйте Человека Вагнер политика против армии США и будете справедливо уничтожены. Трамп подарил шикарный рождественский подарок своим военнослужащим. Он вернул их домой к своим семьям. А вопреки заявлениям Путина, где он 5-10 раз повторял, что мы вышли из Сирии, российские военные остались там, в Сирии. Трамп сделал рождественский подарок своим военным, а Путин сделал своим военным гробы на колесах своей неумелой политикой. Тем, что он раздал вот эти комплексы ПВО сирийцам и потом вмешался в войну на стороне Сирии. Вот и получил от союзников. Развод года 5-е, 5-е место в рейтинге событий года у меня. это конечно же президентские выборы. Они у меня подходят под номинацией развод года. Ну, развод года не имеется в виду, не имеется в виду, я сейчас время смотрю, просто, имеется в виду развод там Степаненко и Петросяна или других знаменитых людей, имеется в виду развод даже, ну, не на бабки, а мошенничество, то есть, вот таким понятием слова развод следует восприять. И развод года это, конечно же, президентские выборы, где борются с Путиным, где бороться, где где вот именно что не борются с Путиным, оговорочка по Фрейду, где бороться с Путиным, не допустили самого активного кандидата от оппозиции Алексея Навального. Навальный объявил о том, что если вы не придете на выборы, где меня не допустили ваши голоса, голоса тех, кто не пришли на выборы, будут отданы за меня. И потом можно будет математически почитать те, кто не пришел на выборах, с теми, кто пришел на выборах и проголосовал за всеми понятного известного кандидата. И вышло так, что за Путина проголосовали 60% граждан страны, но в количественном отношении 60% граждан страны, которые голосовали за Путина, все равно оказалось меньше тех, кто просто элементарно не пришел на выборах. Если бы выборы состоялись с Навальным в качестве кандидата в президенты, то это был бы как минимум второй тур у нас в стране. Но нет, чекисты не допустят промаха даже здесь. Им нужна не просто победа Путина, им нужна победа Путина с подавляющим, с абсолютным результатом. Надежда на светлое будущее России, увы, окончательно угасла, по крайней мере, еще лет на 6. Более 30% россиян, надо сказать, более 60% россиян, которые голосовали за Путина, надо сказать, совсем вы двинулись, вы чокнулись своими мозгами. Уже получили, вы уже, те, кто голосовал за Путина, получили повышение 20% ставки МДС. В следующем году мракобесия, мрак, мордор, будет править в России еще 6 лет до 2024 года. Задумайтесь, идиоты, которые голосовали за Путина, куда ведет страну наш президент, который показывает, которому показывают роботов на выставке, выдавало их за достижения России, а в области науки, а на самом деле это вовсе никакие не роботы, а специальные костюмы, в которых можно одеться, как я, в костюм снегурочки. а президент страны убежден, что костюмы, в которых одеты люди, точнее, люди, в которых одеты костюмы, это и есть роботы, и передовое слово в нанотехнике. еще хвастается, что вот у нас были самые честные выборы, у нас ставят камеры на участках, но зачем камеры на избирательных участках, когда можно не допустить самого опасного кандидата для Кремля без всяких каруселей, выиграть выборы, не допустя Навального до них. и на этих выборах были, хотя и на этих выборах в 2018 году были карусели и махинации, все равно, все равно ваше мнение, Путину ваше мнение до лампочки. Но не только победой темных сил на президентских выборах в России нам запомнились эти самые президентские выборы в России, но и новым лидером у КПРФ Павло, говорю на украинский манер, Павло Грудинином, который занял второе место на выборах, который говорил внятные вещи о том, что президент должен ограничить свое правление только двумя сроками подряд, но его всяческий раз пытались перебить ведущий первого канала Катя Стриженова и этот горе-десантник Артем Штейн, которого в 2018 году еще до те новогодние праздники 17-18 избил украинский десантник, находясь я не помню где, но на отдыхе в Швейцарии, в Швейцарии, по-моему, да, а не, в Италии, в Италии, прошу прощения, да, вот откуда, вот еще откуда не возьмись, и из 90-х выскочил Бабурин, который стал неудачником года, набрав на выборах 0,65% голосов у КПРФ вместе, то есть, выскочил Бабурин, чтобы отнять голоса у Павла Грудинина вместе в связке с Псурайкиным, с этим меньшевиком Сталинистом и его псевдопартией, которая является клоном КПРФ и которую создали тоже для того, в Кремле создали ее, эту партию коммунисты России, ее создали для того, чтобы у КПРФ, у ее кандидатов тоже отнимать голоса, и в итоге, если мы приписываем эти жалкие проценты к Павлу Грудинину, мы увидим, что Павел Грудинин набирает не 11% голосов, а уже так примерно по 20%. У Путина не 76%, а 60% рейтинга было на президентских выборах, что и подтвердилось, так как сейчас рейтинг президента именно эти 60%, которые он реально набрал на выборах, но набрал он их не потому, что за него столько проголосовали, а за то, что самого сильного кандидата, сильного конкурента не допустили до выборов. до выборов. Ну и против КПРФ, против его кандидата, действует так, раскалывает коммунистическое движение, потом это самое, вот эти вот, а сейчас я, так, а, вот эта история с совхозом, но вообще надо сказать, когда те люди, которые, ну, продали свою землю Павлу Грудинину, вдруг под самые выборы вышли митинговать и подали на него в суд. И тут надо сказать КПРФ большое спасибо за то, что, да, не получилось, да, должен быть другой кандидат на пост президента от КПРФ, но КПРФ можно сказать спасибо за то, что они не побоялись ноунеймов, новых имен своей партии, за то, что они выдвинули Павла Грудинина, а не опять Геннадия Андреевича Зюганова, но, может быть, из Кремля позвонили и сказали, что Геннадию Андреевичу не надо выдвигаться. Почему? Потому что, естественно, одно дело, когда там ты выдвигаешь какого-то неизвестного клубничника-совкозника, а другое дело, когда ты выдвигаешь известного по еще временам 90-х человека, но который не запятнал себя, в отличие от партии власти в связях с бандитами. Ну, то есть, если бы выдвинули Геннадия Андреевича Зюганова на пост президента России, то, конечно, были бы не жалкие 11-15-20%, были бы уже 40%, а если бы еще допустили Навального, уху-ху-ху-ху. Ну, давайте так, вот про выборы, про выборы, точнее, про историю около выборов, связанных с Павлом Грудининым, и то, что там люди вышли на протест против того, что он там скупил землю, и обманул их, что он скупил землю у них по низкой цене. Ну, тут надо сказать, люди, а куда вы смотрели все эти годы? Вы специально, вам заплатили, вы специально, Кремль вам заплатил, вы специально вышли топить против Грудинина, против Грудинина, а потом, после выборов, на Грудинина еще завели уголовное дело, но по-другому, потому, что он не задекларировал собственность в Риге. Вот так вот, то есть, если ты занял второе место, ты посмел это сделать, то вот этот вот человек, Владимир Владимирович, Путин, вы должны его видеть справа в нижнем углу, его арестовал и насрать, ну, не арестовал, там, еще возбудил уголовное, ну, такое уголовное дело, которое там потом вроде заглохло, ну, вы поняли, короче говоря, да? вообще я не думал, ну, и я прицепился к Рудинину, есть, были еще кантитаты, Ксения Анатольевна Собчак тоже приняла первый раз участие в выборах, и вы знаете, я привык рассуждать о Ксении Анатольевне как о дурочке, как о дурочке, как у любителей всяких там шоу Дома-2, нежели чем о политике, но Ксения Анатольевна Собчак оказалась весьма и весьма умной женщиной, она была здесь у нас в Самаре, я лично с ней встречался, ну, не лично в смысле с ней встречался, а ходил на мероприятие, на котором она вела предвыборную агитацию, но там, во-первых, она заставила себя долго ждать, как и Владимир Владимирович, Путин в приемной, это первый момент, второй момент, она обещала встретиться с обманутыми дольщиками, так и не встретились, хотя дольщики после, так сказать, ее концерта в Самаре умоляли ее заняться ее проблемами, ну, и вопросы, вопросы, чтобы вы понимали, сдавались не людьми, но не из центра зала, а из так называемого балкончика, ну, короче говоря, сдавались людьми из местного Самарского ТЮЗа, тоже была явная показуха, и было ясно, что в Кремле попросили Ксению Анатольевну на то, чтобы она выдвинулась в качестве кандидата, но видно Кремлю на этих псевдовыборах, вот у нас был в 2014 году псевдореферендум, а в 2018 году были псевдовыборы, чтобы Ксения Анатольевна Собчак представляла как бы женщину России на президентских выборах, ну, и понятно, что у нее антирейтинг был гораздо выше, рейтинг, и для Кремля она никакой угрозы не представляет, ну, как может представлять для Кремля угроза человек, который сидел на коленках действующего президента Российской Федерации, никак, но, да, этот год я понял о Ксении Анатольевне, что она весьма умный и в меру интеллигентный человек, хотя и ведет всякие, назовем их так, дрянь-шоу на каналах, ну, и результат выборов довольно-таки предсказуемый, победил Мордор, победили силы зла, к сожалению. Идем дальше. Четвертое место в рейтинге событий года. Четвертое место. Ногти нечищенные. мать всегда меня в этом году, ну, мать, жена, любовница, я ее по-разному называю, умоляла, не умоляла, а говорила, что ты ногти не почистишь, ну, а не порежешь, ну, не, некогда, я же продвинутый аналитик, продвинутый. Итак, четвертое место событий года. Позор года. А, еще и выборы забыл сказать, мне запомнилось перепалкой шута Кремля Жириновского с Ксенией Анатольевной Собчак, а Ксения Анатольевна из-за этой перепалки заплакала. Ну, Ксения Анатольевна, блокируюсь на пост президента страны, которая самая большая в мире по территории и которая единственная армия мира, которая может уничтожить Соединенные Штаты Америки, должна быть Железный Фролин. Надеюсь, вы это поймете. Ну, а теперь приступим к четвертому месту. К четвертому с событию этого года, которое расположилось на четвертом месте. Кто бы мог подумать? Позор года. Повышение пенсионного возраста в России. Позор года. Все за то, что критиковали властей Украины российские пропагандисты, будет введено в России со следующего года. Ну, спрашивается, зачем тогда мы страдаем под западными санкциями? Незачем. То, что отличало Россию в лучшую сторону от Запада, будет ликвидировано в следующем году. Выборы, ой, то есть псевдовыборы закончились. Зачем церемониться с гражданами? Пора их давить катком и мучить. Маски сорваны. Путин пошел вабанк. Его правительство приняло самую непопулярную меру в народе. Повышение пенсионного возраста для женщин до 60 лет и для мужчин до 63. Путин даже сделал специальное телеобращение по этому поводу, в котором объяснил, что денег нет ни на что и что рано или поздно придется повышить пенсионный возраст. Денег нет, а денег помочь Дерипаске компании Росхал почему-то нашлись в правительстве. И, кстати говоря, привет еще одному человеку года Насте Рыбке. Путин в своем телеобращении забыл упомянуть, что пенсия будет для тех, кто доживет. Ведь мужики в России мрут как мухи в возрасте 60 лет, а пенсионный возраст будет в 63 года для них, то есть для нас. Да, люди умрут, скорее всего, а деньги-то из пенсионного фонда не пойдут родным и близким усопшим, который так и не дотянул до своей пенсии, а вернутся обратно в бюджет. точнее, они не вернутся в бюджет, а не вернутся на счета тех, кто контролирует российский бюджет. Угадайте с трех раз кому? Правильно, тому, кто победил на псевдовыборах кооперативу Озеро, которая имеет доступ к самой продвинутой медицине мира и которая живет до 80 лет. А что там у простых людей, то у простых людей государство не может справиться с эпидемией онкозаболеваний. Стыдно, очень стыдно должно быть нашему правительству, но нет, оно в этом году разрослось, в правительстве стало больше вице-премьеров, увеличилось штат правительства, увеличилась численность правительства, тот самый бюрократический аппарат правительства стал больше, а денег на пенсии у нас нет. Так возникает резонный вопрос, а может быть не количество вице-премьеров надо было увеличить, а эффективность их работы? На этот вопрос конечно никто не ответит, я понимаю. по версии Путина, да, оглянемся на свои улицы, новые сражения к чемпионату мира по футболу 2018 года, олимпиаде 2014 года, может быть денег от того, нет, на пенсии, не осталось на пенсии будущим поколениям и теперешним пенсионерам, чтобы просто, ну военным, да, пенсионерам, ну хотя на них этот денег вроде нашлось, но не важно, вы поняли, денег не осталось на будущих пенсионеров, просто потому, что эти деньги пошли не туда, на мероприятие так называемого разового пшика, которые, ну прошли и все. Ну и в этом, кстати говоря, показательно то, что вот сейчас стадион Фишт в Сочи стоит откровенно без дела, где ФК Сочи, который проводит на стадионе Фишт свои матчи, а? В какой-то там третьей лиге. А он стоил стадион Фишт 15 миллионов долларов, даже больше к Олимпиаде, и что? Лучше денег, лучше деньги правительство, чтобы потратило для народу, чтобы ему жилось лучше, а не на спортивные мероприятия. Идем дальше. Правительственный поисковик спутник при наличии Яндекса и Рамблера был разработан за 20 миллионов. Зачем? Вот просто разрабатывали новый поисковик, когда в Российской Федерации действуют три поисковика, которые были разработаны в России российскими программистами, без программистами, без учета всякого там Гугла ответ только для того, чтобы поиметь на этом бабло из бюджета. И вот так вот многие имеют бабло из бюджета, имеют, имеют, а там никаких пенсий. Для них пенсий есть, но для вас нет, потому что отняли фактически ваши деньги. и в этом году это стало всем очевидно, этой реформой. Правительство повернуло не туда, куда нужно. Но и это еще не все. Была уже была у нас снятная стратегия в начале 2000-х развивать накопительную часть пенсии, то есть систему, по которой сам гражданин определял, сколько ему копить на свою пенсию, и при которой родственники усопшего могли бы эту заработанную пенсию гражданином получить. Но эта система целенаправленно грохнули еще в 2014 году, дабы граждане стали полными рабами от Кремля, чтобы они зависли от кровавого чекистского мордора, чтобы они получали копейки, и чтобы у них при этом не было выборов выбирать либо накопительную, либо страховую часть пенсии. Интересная дата, когда власть грохнула накопительную систему пенсии, это 2014 год, и в этом 2018 году, спустя 4 года после аннексии Крыма, России можно смело ответить на вопрос, во сколько нам обошлось присоединение Крыма в состав Российской Федерации, ответ присоединение Крыма в состав Российской Федерации обошлось нам во все пенсии граждан Российской Федерации, которые не были в правительстве и в Госдуме Российской Федерации и в администрации президента, а таких большинство. И вот в этом-то позор для властей, в том, что они отбирают последнюю копеечку у тех людей, которым сейчас за 50, говоря им идите и работайте еще лет 150 как минимум. Ну а то, что вы там болеете всякими болячками, которые могут оказаться смертельными и могут вас вести в могилу до пенсии, на это государство просто закрывает глаза. Так, и ведь власть, как я уже сказал, не хотела реально вводить эту самую пенсионную реформу, увертываясь от нее, потому что это слишком непопулярная мера. Просто потому, что вот сравните рейтинг Путина 60% сейчас, на выборах 80, да, а повышение пенсионного возраста не поддерживают 92% россиян. 92. И теперь эти самые 92% россиян в любой момент в 2019 году могут превратиться в антирейтинг Владимира Владимировича Путина с вытекающими последствиями революции и социалистической революции, которая когда-либо, может быть, в 20-х годах произойдет в России. и власть маневрировала, вводя баллы от этой меры, вводя маневрирование льгот, но тут западными весьма эффективными контрсанкциями, санкциями, санкциями, над которыми всеми насмеялись российскую экономику запер в угол. И другого способа просто не осталось нашему правительству. Нет, есть способ, конечно, унизить свои траты, уменьшить количество людей в правительстве, количество вице-премьеров, но разве будут это делать в Кремле? Да нет, конечно же, ну Путин, да, Путин тебе зарплату-то уменьшил, конечно, но он хозяин целой страны, зачем ему вообще нужна зарплата, когда он управляет целой страной? А все-таки он получает зарплату. Не грамма, не компенсировав людям, которые пострадали от манёвров государства. То есть, при тех манёвровах, которые были раньше, чтобы не водить пенсионную систему, люди страдали, да, и могли бы больше начислять, и эта самая маницизация, льготы у людей, льготы отняли. Но государство за это не компенсировало ничего, оно говорило, ну вот такими методами мы не будем зато повышать пенсионный возраст в России, как на Западе. Но и это оказалось наглой ложью в этом году. Но это ещё цветочки, а вот ягодки пенсионной реформы будут впереди. работодатели увольняют работников уже в 50 лет, так как предпочитают более молодых и здоровых сотрудников. Что делать людям ещё 15 лет на своей пенсии, где элементарно брать продукты, чем заниматься, на что жить, ответа пенсионная реформа на это не даёт. Она говорит о том, что раньше вы 10 лет от того, как вас работодатель уволил, от того момента, как вы не можете себе найти работу, потому что вы старик. До момента пенсионного возраста, до момента наступления пенсионного возраста проходило 10 лет. А сейчас будет проходить 15 лет. Вот так вот Путин издал указ о том, чтобы работодатель не уволял лиц старше 50 10 лет. Но закупоривая бутылку вверху, она рванёт внизу. Хорошо, пенсионер не будет уволен до своей пенсии. Что очень маловероятно. А что делать молодым на их месте сидит старик со старухой, который и рада бы уйти на заслуженный отдых, но мудрое в кавычках правительство говорит сидите и работайте до 65 лет, а старики то у них разные болячки и т.д. И занимают место эти самые старики у которых там болячки, которые рады уйти на отдых, но вынуждены работать. И вот если бы они ушли на пенсию, то у вас высудилось бы место и это место заняли молодые люди, но этот указ, который был после пенсионной реформы о том, что работодатели будут сажать в тюрьму за то, что они посмели уволить работника, который старше пятидесяти лет, то теперь они будут сидеть на работе, будут дряхлеть, а в компанию в той или иной не будут проходить молодые люди, просто потому, что старики занимают их места. Вот это срочное обращение Путина. Вот говорят, и так как теперь работодателям за увольнение работников старше пятидесяти летнего возраста, не достигших пенсионного возраста, будут грозить увольнением, то они будут работодателям освобождены уже в сорок лет, и таким образом вот это вот самое десятилетие дожития до пенсии превратится в сорок двадцатилетие дожития до пенсии. А карьерный рост молодежи с этой пенсионной реформой и с этим указом президента будет застопорен раз и навсегда, но трагедия в другом, что работодателю нужны работники с опытом работы, но не старше пятидесяти лет, а пенсионный возраст будет шестидесять трех лет. Получается, что пенсионная реформа делает ненужными людьми для государства от двадцать четырех до тридцати лет и от пятидесяти до восемьдесяти лет. все эти граждане, которым от пятнадцати до тридцати и от пятидесяти до восемьдеся лет, они будут фактически не нужны работодателям. Вот как выходит для государства и общества. Когда они совершенно неясно, куда они пойдут совершенно неясно, ведь пенсионной реформой нарушается естественный порядок вещей старики на пенсии и молодежь на работе. А у нас президент, у которого денег на яхты Дерипаски, на яхты Абрамовича, который в этом году сбежал в Израиль от западных санкций находятся, а кстати российские бизнесмены в этом году оказались под молнией и наковальней. С одной стороны их прессуют российские, власти могут прессовать по надуманному предлогу, а с другой стороны их прессуют за связи с Путиным западные власти вот и они бегут. Молодежь чувствует, чувствует, что их рабочие места будут занимать эти старые дряхлые люди и от этого трагедия и в Керчи, и в Перми, и в Москве, и в других городах, потому что молодежь понимает, чем меньше людей в России будет старшего возраста, тем больше будет у них пенсия и досадок сейчас. Ну вот, допустим, если вы, скажем, когните какого-нибудь, ну не пенсионера, а человека 50-летнего возраста, возраста, ну, конечно, сделать это незаметно, то вы можете претендовать на его рабочее место, и молодежь это понимает и взрывает здания в Архангельске, и в Керчи, школу, там вместе, не школу, а ПТУ вместе с преподавателями тоже взрывает, вот, вот последствия путинской пенсионной реформы. Молодой человек находит работу еле-еле, потому что ему говорят иди в армию, где тебя просто могут забыть горячие точки, а потом с подобным здоровьем ты возвращаешься вновь на гражданку и вкалываешь за копейки вместо 50 лет, как было раньше, 55 лет. и не факт, что тебя еще возьмут, ведь нужен опыт работы. А даже если тебя и брали в тех условиях, которые были раньше, сейчас ты точно не возьмут, потому что сейчас принят законопроект, в котором ты не можешь уволить человека, которому стукнуло 50 лет, но который еще не достиг нового пенсионного возраста. Все это закупоривание России, ее дряхление, полная декларация, власть опозорилась этой пенсионной реформы. Это просто несправедливая и грабительская мера, потому что если в Германии повышают пенсионный возраст, но у них экология, медицина выше, чем у нас. И сначала это надо было подтягивать, а потом повышать пенсионный возраст, но я желаю, чтобы Путин покраснел от повышения пенсионного возраста, а он, кстати, уже достиг пенсионного возраста. Идем дальше, но надо чуть-чуть передохнуть, передохнуть. Третье место в рейтинге событий года преступления года было у нас а, то есть у нас еще будет наказание года, а пока еще, пока преступления года, пожар в ТРК зимняя вишня. Я хорошо помню этот эфир, эфир моей программы вести недели датированным 1 апреля днем дурака. Весь мир смеется, а Россия плачет. Этот эфир по сей день остается для меня самым тяжелым, когда среди тех, которые я проводил на Ютубе. Я тогда нормально говорить не мог, не потому, что устал, а потому, что это же полный ПСДДЦ, как сейчас модно говорит. Давайте-ка напомним эту трагедию года под шум бокалов и хрустения салата оливье. Пожар в ТРЦ зимняя вишня произошел в ночь с 25 на 26 марта 2018 года в Кемерово. По числу жертв он стал вторым пожаром в России после хромой лошади. Погибло 60 человек, а может 160 человек, до сих пор ведутся споры, среди них 41 ребенок. Власть вырыла 200 могил, то есть считайте, что погибло 200 человек в ТРЦ зимняя вишня. На четвертом этаже зимней вишни в зале номер 2 в кинотеатре в зале номер 2 в кинотеатре зимней вишни, держу в кинотеатре номер 2 да, 2, где шел фильм Шерлок Номс, никто не был оповещен о пожаре. Дети просто смотрели фильм. После окончания мультика, как обычно бывает, после сеанса включился свет, и дети отправились к выходу. Однако, за дверью уже стояла домовая завеса и жар. выйти оказалось невозможно. Это из официальной версии. Но! Но-но-но-но-но-но-но-но! На самом деле, сотрудники ТРЦ Зимняя вишня, когда эвакуировали детей и их родителей в кинотеатре, чтобы они внимание без заперли их, когда сами эвакуировались сотрудники торгового центра Зимняя вишня, чтобы дети внимание без кавычек сгорели заживо. То есть, они думают, что здесь детей запрут в кинотеатре, они спасутся. Но вышло с точностью до наоборот. Логика была в том, чтобы не дать пустить огонь в кинотеатр, где находились дети. Но то, что даже если бы огонь в кинотеатре номер 3 все-таки в кинотеатре номер 3 не прошел, но дети все равно бы задохнулись от углекислого газа, про это забыли, сволочи. Но огонь дошел, и дети сгорели заживо. Вот много что было плохого с детьми в России. Их били дубинками, их расстреливали в Деслане, но впервые в России детей сожгли заживо в кинотеатре, заперев их. А, вот оно что. Короче, в кинотеатре номер 2, когда эвакуировали сотрудники ТРЦ Зимняя Вишня, они их заперли. А в кинотеатре номер 3 их заперли пожарники, но до этого еще дойдем. Одна из простодашек рассказала, что столкнулась с тем, что пожарные стояли как вкопанные, и вместо того, чтобы помогать ее дочери, запертой в кинотеатре, пожарные не реагировали. она позвонила своей дочери, а та рассказала, что это не дым с огнем не выпускает людей из кинотеатра, а пожарные, которые должны были спасать людей. Дочь по телефону с матерью попрощалась. Я в отличии, я всегда в отличии от других служб, пожарным относился с уважением, но этот год перечеркнул мое уважение к ним. Увы, пусть эти суки, которые заперли детей в кинотеатре из МЧС вообще, чтобы вас поимели очень сильно. Пресс-служба Кемеровская МЧС сказала, что пожарные действовали правильно. Внимание, пред... предотвращая и не давая... Внимание, да, пресс-служба Кемеровского МЧС сказала, что пожарные действовали правильно. Ага, правильно, предотвращая и не давая эвакуировать детей. Это вот так вот действовали они правильно. Это же какими же педобрасами надо быть, чтобы запереть детей и не давать им покинуть корящее здание. Я понимаю, что это все делалось по инструкции, но от инструкции иногда надо отходить, когда она противоречит обстоятельствам. Знаете, пожарники Кемерово, вы ебучие суки, говорю это не стесняясь. Вы просто не смогли спасить детей. Вы их оставили там, от них погибать, сдыхаться дымом в этом кинотеатре. вы не люди. Вы даже не спасатели, вы просто не люди. Вы не люди. Вам для спасателей как дроны. Бывают случаи, когда надо было действовать не по инструкции. В этом году пожарные еще больше мрази, чем чекисты. Но чекисты просто просрали этот Петров с большим просто неумехи. Но тут целенаправленно заперли детей. Это же какими же надо быть. Просто слов цензурных нет. И этот пожар справедливо стоил главе МЧС Пучкова своего кресла. Главной причиной трагедии стало то, что система пожаротушения к моменту пожара были отключены из-за замыканий проводки от растающего снега, который проникал через дырявую крышу. И людей это возмутило. И они вышли на главную площадь Кемерово. Вот они. Вышел весь город вешать в прямом смысле этого слова губернатора Тулеева. Люди возмутились. Как так государство наше не просто нас не защищает, оно наших детей сжигает заживо. Да, так Российская Федерация в лице кемеровских властей поступила в торговом развлекательном центре Зимняя Вишня. Тут вышел к людям этот лысый мудила Сергей Цивилев, который сейчас губернатор Кемеровской области и сказал людям, которые потеряли в огне своих родных и близких из-за не просто бездействия властей, а за действия властей, которые привели к смерти детей, что эти люди все предатели родины и работают на госдеп. И люди тогда впервые задумались в России, а может лучше и вправду работать на госдеп, госдеп хотя бы не сжигает детей заживо в кинотеатре, не давая им выйти из него. Что это такое заебанное государство, которое в 2019 году и покритиковать то уже будет нельзя. Запахло сжально уже для самих властей. В дело было вынуждено вмешиваться. Главное хуйло мира Путин. Он приехал в Кемерово, но при этом не стал встречаться с разъяренными, справедливо разъяренными людьми, близкими, которых власть сожгла. Но все правильно. А зачем встречаться с этой чередью, с этими быдлами гражданами? Ну, действительно, граждане быдлами в Кемерово. Почему? Потому что их сожгли их детей, а они на выборах проголосовали за Путина Владимира Владимировича. Ну, спрашиваются, что? Хотите, чтобы еще кого-нибудь сожгли? Власть? Сожгут обязательно. Ну, и, кстати говоря, люди не такие тупые, как в Кемерово, это поняли в Приморье. И там избрали коммуниста. Я понимаю, что коммунисты это еще тот в кавычках оппозиционер, в отличие, например, от представителей партии прогресса Алексея Навального. Но все-таки какой-никакой, но не представитель власти. А тут сожгли люди детей, люди возмущались, повозмущались, но нам 18 марта все равно проголосовали за Путина. Люди одурели в этом году, люди в России просто свихнулись. это точно. Виновным в трагедии назначил и председателя производителя пожарной сигнализации и Сергей Цивилев благодаря смерти детей в ТРЦ Зимняя Вишня, как я уже сказал, стал губернатором области, в том числе благодаря фразе «Родные и близкие пострадавших, шпионы и предатели Родины», которую он произносил на площади. Однако реальная власть Кемерова продолжает оставаться у Тулеева, чей Мерседес мешал эвакуировать тех людей, которые не были заперты пожарниками в кинотеатре. Он ушел в отставку, но был избран спикером облдума Кемерова, так что можно сказать, что Кемеровская область, чтобы не случилось, отдана на откуп Тулееву. Проблема в том, что он не просто какой-то дряхлый единорос, бывший коммунист, а в том, что не просто пора нового губернатора, а в том, что людей сожгли и на Западе даже если на губернатора не заводят уголовное дело, то он уходит в отставку и больше не занимается не то, что там политической деятельностью, а не занимается даже политической деятельностью вообще. Не будет ни спикером там, ни кем-нибудь еще, ровно потому, что там на Западе, когда становишься губернатором, провинции или штата прекрасно понимаешь свою ответственность, а тут если ты пришел к власти, даже если твои действия или без действия сожгли детей, но твоя задача остаться у власти в Кемерово пепел хрустящие корочки детей, запах их до сих пор остаются пока у власти Тулеев, ну, что ж, видно, скоро Кемерово скорее заживо или попросту будет отдана на откуп Китаю, потому, что в этом году также выяснилось, что китайские леса, ну, может, и российские лесорубы, но, в общем, очень много леса, очень, и раньше было много леса, но в этом году особенно много леса кругляка гонят в Китай, и вот проблема в том, что сожгли детей в кинотеатре, то ли умышленно, то ли нет, у власти остался Тулеев, а человечество не просто вышло вперед, а вот эта вот Кемеровская область, отдана теперь на откуп Китаю. Вот так вот, трагизм, вот такой вот пожар в ТРЦ зимняя вишня, соболезненная тем, кто понес потери в этом торговом центре, у меня стоит на третьем месте событий года. Переходим на второе место событий года. Итак, второе место у меня это это ну, грузись. Второе место в рейтинге событий года это наказание российских спортсменов за политику Кремля на Олимпиаде в Пьенгчане Северной как я сейчас сказал возможно в будущем Северной Кореи да, но пока еще Южный Путин все-таки понес наказание за все его преступления в том числе из сожженных детей в торговой центре зимняя вишня но к сожалению не в политике а в спорте спортсмены зимних видов спорта в этом году ответили по полной за все промахи единой России и за то что Россия по совокупности своих грехов должна быть уничтожена попросту напросто вот когда спортсмены организовали всякие там движухи в поддержку Путина судьба им дала судьба им сделала Алаверды на основании доклада Родченкова о том что российские спецслужбы подмешивали допинг российская российским спортсменам международный олимпийский комитет отстранил российскую сборную от олимпиады в Пьенгчане в Южной Корее нам надо было кровь из носу победить на домашней олимпиаде в Сочи в Сочи что мы пошли не по честному пути а по пути мошенничества в государственном масштабе и в январе этого уходящего года это было доказано и МОК приняло решение исключить российскую сборную от зимней олимпиады 2017 года но допустить отдельных спортсменов из России до олимпиады до олимпиады и на том спасибо в итоге МОК отняла флаг России на олимпиаде он был под запретом и и россияне и болельщики а также спортсмены получили полное просто полное унижение своей страны на международной спортивной арене пусть не в политике но пусть в спорте они расплатились за поддержку главного хуела мира да сборная России заняло 13 место на олимпиаде а точнее не страна а как я уже сказал отдельные спортсмены из России получив всего две золотые медали а в соревнованиях участвовало более тысячи спортсменов всего мира которые прошли классификацию то есть представляете из лучших кроме одного вида спорта о нем чуть попозже ну и вот тысячу с чем-то лучших спортсменов мира участвовали на олимпиаде а сборная России такая большая страна и такая великая страна получила всего две золотые медали с чем я вас всех и поздравляю и одна из них нелегитимна потому что в хоккейном олимпийском турнире не принимали участие самые сильнейшие хоккеисты мира НХЛовцы к сожалению и это еще одна потеря года не приехали на олимпиаду увы и это медаль сборной России которую она еле-еле выиграла у такой величайшей хоккейной страны где есть знаменитые на весь мир хоккейные клубы такие как ХК Бавария ХК Ганновер ХК Вендер ХК Баруси Дурбун ну вы поняли да еле-еле их переиграла в овертайме это разве победа это первая победа и недаром вот эта олимпийская золотая медаль в хоккее в 2018 году ничегошеньки не стоит она не легитимна то есть можно зваться официально там Ильем Ковальчук Ковальчуком объявлять себя олимпийским чемпионом 2018 года но все будут только ржать потому что не приехали сильнейшие на всю великую страну только одна спортсменка победила только одна не потеряла еще гордость честь и предупреждение это Арина Загитова тут у нее олимпийская медаль справедлива а все остальные спортсмены лоханулись зимних видов спорта лоханулись по полной и отдувались за Путина и сейчас отдуваются за Путина российские биатлонисты которые сидят в СИЗО в Австрии наказание года за политику Кремля понесли спортсмены к сожалению ну и мы переходим к самому главному событию этого года но сначала стоит напомнить какие же события у нас были у нас были такие события как смерть и воскрешение Аркадия Бабченко катастрофа самолетов которые будут и дальше в следующем году разбиваться и в России и за пределами России но с российскими гражданами тут чтобы не сглазить отравление скрипалей повышение пенсионного возраста президентские выборы в России пожалуй в ТРЦ зимняя вишня отстранения сборной России от Олимпиады в Пхенчане в Южной Корее но это ключевые события 2018 года но самое ключевое событие впереди да я понимаю что это секрет Поли Шинели и что футбол стал не просто самым популярным видом спорта а отдельной даже не планетой а галактикой у нас в мире но я все это прекрасно понимаю но тем не менее как ну какое событие еще может оказаться на первом месте которому во первых готовились сколько там с 11 ну считаю которому готовились почти 8 лет это первый момент а второй момент которое произошло впервые вообще в истории России если Олимпиада в Сочи ну зимняя произошла впервые но у нас была Олимпиада в 80-м году то чемпионат мира у нас еще никогда не было а чемпионат мира по футболу единственное в мире соревнование которое по популярности превосходит олимпийские виды то есть превосходит олимпиаду да и на первом месте конечно же чемпионат мира по футболу в России да что там в России у нас в Самаре были матчи да ооо к нам пришел чемпионат мира по футболу в родные края в мае но конечно же стоило поставить на первое место главным событием года это Керченский мост шучу конечно да чемпионат мира по футболу главное событие этого года факт есть факт давайте-ка еще вспомним и проанализируем что проходило в эти золотые деньки для сборной Франции в период с 15 июня по 15 июля этого года впервые впервые слабая и отсталая страна Российская Федерация стала центром мира для всех впервые все со всего мира ехали в Россию а не из России да что там ехали как я уже сказал в Самару в мой город даже приехали фанаты фанаты из Африки и Латинской Америки но местная власть с наплывом туристов и с такой ответственностью не справилась двоечку двоечку можно поставить губернатору Самарской области Дмитрию Азарову за такой медиумундиаль все перекрыто было в городе и если бы не РЖД то я бы вообще никуда не успел в те деньки порадовала и сборная России которая впервые в своей истории вышла в четверть финал надо вспомнить как ей это удалось начало сборной России поиграла скромную команду Саудовской Аравии чей принц Салман был незадолго до матча у Путина и получил примерно 23 миллиона долларов за проигрыш своей сборной который кстати говоря эти деньги могли вполне пойти на пенсионные накопления для граждан потом Россия обыграла Египет с очень прекрасным Салахом который в самый ответственный момент когда не играли со сборной России играл слабенько почему потому что был в гости у Рамзана Кадырова и он Кадыров Салаху наобещал золотые горы понятно что египетским футболистам было очень много обещано в карман от Кадырова дабы они проиграли России вот как может лучший футболист прошлого сезона который забивал очень много голов в Ливерпуле грандом европейского футбола в самый ответственный момент его карьеры чисто случайно все 90 минут плохо играть и плестись на своей половине поля слабо атаковать а потом было нечто четверть финал с Испанией после которого у меня орал весь двор но вспомним незадолго до чемпионата мира федерация Испании за чисто формальную провинность ни с того ни с сего увольняет главного тренера сборной Испании за две недели до чемпионата мира а потом чисто случайно Путин заявляет а потом до этого чисто случайно Путин заявляет что референдум в Каталонии это внутреннее дело Испании это при том что Путин создал ЛНР ДНР а до него российские власти создали ну не создали Южную Сетью Абхазию а в смысле понятно да оттяпали от Грузии а в этот раз получилось наоборот Путин не признал Каталонию как отдельным государством и за это по надуманному предлогу федерация не стала помогать Каталонии и за это по надуманному предлогу федерация футбола Испании увольняет за день за две недели ну практически за день до чемпионата мира главного тренера сборной Испании а в матче четверть финала о о не четверть финал 1-8 да я перепутал 1-8 1-8 с с Россией играет полу резервным составом без своего главного без своего капитана Иску который был травмирован и а Россия при этом убраняется находясь на своем половине поля все 120 минут то есть все 120 минут сборная Испании которая за последнее время два раза подряд стала чемпионом Европы и один раз чемпионом мира в 2010 году не смогла переиграть команду чьи 11 игроков были около своей штрафной и в которых играли далеко не те кто родились в России а и всякие там Фернандесы и не смогли ничего сделать договорняк это в чистом виде нет но скорее всего да и вот настал четверть финал чемпионата мира по футболу играли со сборной Хорватии 2-2 и по пенальти проиграли тут надо сказать что футболисты сборной Хорватии в основном играли в чемпионате Украины и таким образом Хорватия вышла в финал чемпионата мира по футболу завоевала серебряные медали благодаря украинскому футболу и Украина фигурально метафизически была в том финале и играла против французов вот так вот а слова хорватских футболистов слава Украине это только подтверждает и нам всем стало очевидно что вот что надо чтобы победить Россию хотя бы на футбольном поле просто сказать слава Украине и ты победишь Россию неважно в спорте в политике на театре боевых действий и не даром Порошенко в этом году закрепили славу Украины как воинское приветствие и видео с хорватскими футболистами которые кричали то что победа ихней сборной над Россией это месть за Украину за Динамо за Киевское Динамо у меня на канале набрало в этом году больше всех просмотров более 50 тысяч просмотров ну а местная власть самарская как я уже сказал не справилась она что сделала она вот эти вот все помойки неприглядную Самару просто заретушировала какими-то ну я не знаю как это назвать жалюзями на которых разрисовали дом которого покосили но разрисовали как настоящий дом или же просто сделали забор за которым свезли свалки так ну и транспорт все в Самаре было перекрыто я никуда не успел хотя да впечатления у меня приятные я даже пытался замутить там с негритянкой но не получилось а вот жительницей Колумбии у меня два свидания все-таки получилось я лично ходил на гору да это стоило мне разодранных штанов но все-таки вот таким вот был год год свершений неудач ну а давайте-ка теперь а да я еще не сказал главная интрига следующего года это конечно кто будет править Украиной Юля или Петя я разверну с косой таким этот был год год Франции в России вот какой был год 2018 и желтые жилеты это доказали все вот теперь события у нас закончилась программа подошла к концу и обещанной сюрприз в конце программы это музыкальный клип ну что ж давайте-ка праздновать новый 2019 год всем я желаю в этом году процветания добра счастья и конечно же любви и сейчас мы увидим этот клип его еще надо кстати найти так так ну давай открывайся ты видео а это который идет так 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 вот он вот он клип сейчас новогодний клип по случаю наступления 2019 года года Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok